Больше всего вопросов относительно того, нужен ли вообще социализм или нет. Возможность жить в социально-однородной среде. Производить знания человека, который сидит у костра, он просто не может. Меня зовут Ранисина Александра, и я уже несколько лет занимаюсь разработкой теории социализма. Занимаюсь, можно сказать, свободной от основной работы время. Хотя для данного направления, нужно сказать, что это, наверное, нормально. Потому что очевидно, что на официальное исследование социализма, наложенное на стабу, никто этим, в общем-то, не занимается. Поэтому этим занимаются, нет, за редким исключением. Занимаются этим энтузиасты, публикуют работы в интернете. В своем докладе, ну, за редким исключением. Нет, такое тоже есть, все, что решено. В своем докладе я бы хотела три момента осветить. Во-первых, немножко описать тот вариант социализма, над которым я работаю. Потом, говорить о ряде преимуществ, которые дает социализм для эксплуататорских классов. Почему для эксплуататорских, потому что, ну, больше всего вопросов относительно того, нужен ли вообще социализм или нет, возникает именно как бы у представителей этих классов. Ну, и в заключение, поскольку мне был уже задан такой вопрос, я как бы предложу несколько вариантов действий для представительных организаций. Вот. Начнем с описания теории социализма. Вот. Вариант социализма, над которым я работаю, он, в принципе, рассчитан на современные условия. Вот. У этих, ну, в современности есть достаточно специфические, характерные черты. Я выделю три обстоятельства. Первое обстоятельство состоит в том, что в достаточно хорошем приближении можно считать, что современные технологии развиты уже настолько, что вот дефицита основных материальных ресурсов у человечества уже нет. То есть или общество уже решило эти проблемы, или имеются технологии, чтобы, ну, с помощью простых организационных мер можно было бы, ну, этот дефицит исключить. И вот, с учетом первого обстоятельства, на первый план сейчас выходит другой дефицит. Это дефицит знаний. То есть знание, как решать проблемы, как делать те или иные вещи, как лечить, как учить, как управлять окружающей средой, в частности, там, природными явлениями, как сохранять окружающую среду. И в такой ситуации адекватная современность и социальная система должна естественным образом выстраиваться вокруг процесса производства знаний. Ну, и отношения в процессе производства знаний должны составлять системообразующие связи вот этой новой системы. Здесь будет публиковаться сборный доклад, я так понимаю, вот в своей статье я подробно разбираю во-первых, свойства такого предмета, как знания, условия, при которых производство знаний наиболее эффективно, и, ну, соответственно, отсюда можно получить некоторую конструкцию, вот, так скажем, общественной системы, которая будет хорошо производить знания. Везотносительно к идеологии. Везотносительно к идеологии. Ну, я здесь... Понятно. Давайте я закончу, потому что мне задать вопрос, чтобы не злиться. Вот. Я отмечу вот здесь только, как бы, пару моментов, что вот у получающейся конструкции у нее, как бы, во-первых, получается высочайшая степень социальной справедливости, то, что вот для нас, для всех, я думаю, очень важно. И, во-вторых, вот в такой системе, вот очевидным образом, видна вот рациональная основа для того, зачем люди нужны друг другу, зачем заботиться о благополучии друг друга. Вот. Эта рациональная основа состоит в том, что, на самом деле, как бы, окружающие люди для человека являются, как бы, носителями ценного, как бы, ну, ценнейшего дефицитного ресурса, творческого потенциала. Вот. Человек, как творец, он может решать задачи. Больше, как бы, ну, компьютер пока не научили. И вряд ли, если честно, научат. Вот. И вот, ну, к счастью, вот, в третьем обстоятельстве современности можно назвать накопление обществом вообще, ну, человечеством достаточной мощности, вот, производственной, для того, чтобы, в принципе, учеными, исследователями могли стать все, ну, или большинство, по крайней мере. Вот. Ну, вот я обозначила, вот, немножко характеризовала муриан социализма, вот. И скажу о преимуществах, которые есть, в том числе, ну, для всех остальных, но в том числе для эксплуататорских классов. Вот они все относятся к такому понятию, как качество жизни. И я думаю, что, наверное, все могут согласиться, что качество жизни сейчас зависит от доступных человечеству технологий. Вот. И система, общественная система, которая может предложить производственные мощности для знаний больше, чем другая, она, в принципе, сможет в самой ближайшей перспективе предложить и гораздо более высокое качество жизни для всех, в том числе и для эксплуататорских классов. И вот, в принципе, я считаю, что сейчас все, в том числе эксплуататорские классы, стоят перед таким, ну, для всех это, конечно, не выбор, но эксплуататорские классы стоят перед таким выбором без выбора. Или они старыми способами своими потихонечку, очень медленно улучшают свое качество жизни. Или они радикально и очень быстро улучшают свое качество жизни вместе со всеми. Присним почему. Сейчас наукой научных работников один процент работающего населения, то, что может содержать общество. Если мы делаем учеными всех, то фактически мы увеличиваем производственную мощность знаний в сто раз. То есть, вот, это просто, как бы, надо осознать. И, как бы, вот, если это осознанно, то, мне кажется, здесь вариантов выбора нет. Еще отмечу одно преимущество – это возможность жить в социально-однородной среде. Потому что сейчас, как бы, представители эксплуататорского класса выделяются, ну, сильно выделяются на общем фоне. И, соответственно, они, в том числе, являются объектом пристального внимания различных мошенников, ну, не знаю, преступников. Потому что у них есть что взять. Вот. Они не могут строить доверительные отношения с окружающими людьми. И... И... И, соответственно, они тратят очень большое количество материального времени и сил на то, чтобы защищать свое перелегированное положение. Если бы они, соответственно, существовали в социально-однородной среде, они могли бы эти свои силы потратить на то же самое разработку каких-то технологий, решение своих собственных проблем, вот, не связанных с защитой, так скажем, от конкурентов. И, ну, просто вести интересную жизнь, потому что, там, ну, науку – это интересно. Ну, и в заключение скажу, предложу, как бы, пару вариантов действий для профсоюзных организаций. Ну, вот, во-первых, я считаю, что нужно всячески пропагандировать преимущества социализма именно для эксплуататорских классов, потому что это, в некотором смысле, путь для... сделать из врагов, из противников, союзников. Да, вот здесь, там, российский. Вот. И также это очень важно, потому что современная в буржуазии своей деятельности, действуя старыми методами, вот, видите, на Украине, на Ближнем Востоке разрушается инфраструктура, разрушаются заводы, здания, разрушается, вот, как бы, ну, джеклх-сфера. Это, ну, один из важнейших факторов, одно из оснований для условий, вот, в которых новая система вообще возможна. Потому что, как бы, ну, производить знания человека, который сидит у костра, он просто не может. Вот. Ну, более-менее современного уровня. Ну, и второй момент, где для профсоюзов широкая поля деятельности, в принципе, ну, поскольку вот объективные условия, они уже подходят для новой системы, можно пытаться внедрять какие-то элементы, вот, отрабатывать подходы, которые, ну, уже могут быть потом использованы полностью там в новом обществе, и для демонстрационных целей, и для того, чтобы, как бы, ну, самим получить преимущество от этих элементов, вот, от нового способа действия, вот. Здесь, мне кажется, можно, вот, я, по крайней мере, для себя сейчас, как бы, нашла, наметила два направления. Это, во-первых, любительская наука, и, во-вторых, рационализация хозяйственной сферы, вот. То есть, вот, где, как раз, вот, организация, как мощно достаточно структурам, можно что-то делать. Вот. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Мы очень любимые. Можно спросить. Вы меня извините, но, на самом деле, из вашего доклада непонятно, чем, что считает у вас за понятие социализм, какие у вас параметры, вот, эти высочайшие степени социальной справедливости, в чем? Я могу вам дать сказать. Кратенько. Нет, а кратенько, вы можете царить? А, кратенько. Ну, вот, в принципе, я здесь, в некотором смысле, являюсь единомышленником. Михаил Васильевича, в том смысле, что, как бы, должен сокращен быть рабочий день, вот, сильно, и людям должна быть оставлена возможность, ну, как бы, самостоятельно отучаться, раздеваться, то есть, участвовать в Нет, это что-то с принципиально социалистического, вот, вы понимаете, непонятно. Ну, ладно, извините. Ну, ладно, извините. Ну, ладно, извините. Ну, ладно, извините. Александра, так сказать, выступила. Я думаю, что это еще для вознуждения. Если не больше оставлю, здесь не будет. А сразу. Продолжение следует.